Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире очередной постпрограммы Акцент, я ее ведущий Юрий Алаев, и сегодня мы поговорим о высоких технологиях, основанных на совершенно банальных предметах или на банальных веществах, на картошке и кукурузе. В студии Даниил Фаридович Хази Ахметов, заведующий кардиохирургическим отделением клиники Казанского федерального университета, кандидат медицинских наук, и Леонид Михайлович Миролюбов, заведующий отделением детской хирургии Казанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук. Спасибо, что нашли время для того, чтобы поучаствовать в этой программе. И понятно, вам понятно, телезрителям я сейчас поясню, что так называемым оперативным поводом для этой встречи, для моей просьбы к уважаемым ученым и практикам, послужил репортаж, даже не один репортаж, на главном государственном телевизионном канале страны, на России один, о том, что ученые КФУ создали принципиально новый метод трансплантации сосудов, который, это биодегенеративный, что ли, протез получается, который разлагается по ходу дохождения в организме и позволяет избавиться, вернее, не прибегать к помощи пластика, пластиков всяких. Во-первых, что значит вот это вот на естественной основе, при чем здесь картошка, картофель и кукуруза? Вопрос к обоим, но, может быть, Даниил Фаридович, вы начнете, потому что это-то, вот, с обывательской точки зрения, это главная интрига, да, как-то это плохо кажется совместимым, да, такие high technology, и вдруг такое вот то, что у нас постоянно на столе, у многих из нас, а у некоторых ежедневно. Как это вообще понять, с чем это едят, вот, в переносном смысле слова? Ну, здесь было сказано достаточно громко и, может быть, не совсем основательно относительно картошки и крахмала, в связи с тем, что, что картошка, что крахмал, в общем-то, состоят из полисахаридов, по своей сути, в общем-то, биополимеров, которые разлагаются у нас в кишечнике и служат источником углеводов. Когда мы говорим о том, что наши трансплантаты, которым мы пытаемся заместить участки артерий или клапанов, делаются из полимеров, то есть конструкций, которые тоже утилизируются организмом, разлагаются до простых составных частей, и поэтому здесь можно, в общем-то, говорить о некоторой аналогии с картошкой и с кукурузой, хотя, на самом деле, здесь общего очень мало. Вот вы понимаете, я почему зацепился за картошку и кукурузу, потому что именно так это прозвучало в репортаже, как раньше говорили, центрального телевидения, и это меня немножко тоже так повеселило, смутило, хорошо, что вот вы сейчас вносите некоторую ясность в эти аспекты, но, тем не менее, значит, что собой, вот в чем новизна, новизна технологии, которой мы, в общем-то, только прикоснулись, наверное, если говорить серьезно, заключается в том, что современные протезы сосудов или клапанов сердца делаются из либо механических материалов, материалов, либо полимерных материалов, которые не являются биологически инертными и не разлагаются в тканях организма, то есть являются они, конечно, инертными, но не становятся частью организма до конца. Поэтому возникают определенные проблемы, когда протезы не всегда хотят приживаться с собственными тканями, иногда образуются щели, так называемые свищи, или формируются аневризмы по краям этих анастомозов. Эти протезы являются очень часто посадочной площадкой для какой-то микрофлоры, с которой удалить ее бывает очень сложно, даже с сильными антибиотиками. Ну и один из еще больших факторов в том, что эти протезы не изменяются со временем, то есть не растут, и если мы говорим о протезирующих каких-то операциях на детях, то это становится серьезной проблемой через несколько лет. Хорошо, вот то, что сделали, насколько я понимаю, корни этой технологии растут, да, Леонид Михайлович, из какого-то давнего там студенческого научного кружка, вот фигурируется. Еще глубже. Еще глубже. Еще глубже. Поясните, пожалуйста, вот давайте начнем с истоков. С самого начала. Да. Значит, вот могу сказать, что вообще рождение сердечно-сосудистой хирургии невозможно без трансплантатов. Почему? Потому что, допустим, убирая червеобразный отросток, лечим острый аппеницит, убираем червеобразный отросток. Лечим декомпенсированную стену желудка, делаем резекцию желудка и выкидываем эту часть. Или там часть кишки. Сердечно-сосудистая хирургия такого не терпит. Если мы что-то убираем пораженное, мы должны что-то вставить. Поэтому середина 20 века, когда начиналась сердечно-сосудистая хирургия, сразу же встретились с этой проблемой. Мало того, Алекс Карель в 1912 году получил Нобелевскую премию именно за разработку пересадки части сосудов. В вены в артерию и вплоть до пересадки почки. В 1912 году. Давненько ты был, да? Давненько. Он работал в Чикаго. И добрался до пересадки почки и сосудов. До сих пор известен шов карелия. Сосудистый шов карелия. Это знают все медики, все хирурги. Так вот, настолько стара проблема, и вот она постоянно решается. Были, начинали с того, что нативную аорту пересаживали вместо недостающей грудной или брюшной аорты. Потом эту аорту обрабатывали. Потом, значит, Майкл Дебеки, всем известный консультант нашего Ельцина по его основной болезни. И, кстати, консультант становления клиники в Альметьевске. Он принимал участие довольно активно. Так вот, в 1951 году он, значит, увидел новый материал в магазине Докрон. Купил, значит, взял у жены машинку, сшил протез для аорты. И вот это с тех пор, значит, тряпичные протезы стали, значит, распространяться по всему миру. Слушайте, вы страшные люди, товарищи медики, извините, я вас перебью. Я просто пытаюсь живо себе представить. Доктор Дебеки приходит в какой-то там галантерейный магазин, видит там, извините меня, какие-то колготки. Очень хороший материал. Ему понравилось. Почему он решил, что этот материал можно использовать в качестве протеза в аорте? Опыт. Опыт. Да, он очень хороший ученик. Кстати, он ученик Ренели Риши, насколько мы помним, да? Вы это помните, да. Это тоже великий. Ну, то есть, это тот человек, которому было, ну, позволено, так сказать, вот... Потрясающе. Ну, этот эксперимент окончился удачно, поэтому победителя не судят. Ну, да. И дальнейшая вся история клапанов сердца, части сосудов, она вот как раз и идет. И биологические, и синтетические, и так далее, и так далее. И вот могу, чтобы наглядно зрителям было понятно, о чем идет речь, да? Вот, допустим, первое биодеградируемый, это самое, шовный материал. Кто это у нас? Вы прекрасно помните. Молодежь уже не знает. Кедгуд. Совершенно верно. Кедгуд. Баранькишка. Да, да. Баранькишка. То есть, если здесь мы говорим про кукурузу, а там про баранькишку. То есть, это не то, что вот баранькишку вытянут. Вы знаете, одно... Определенные технологии. Одно дело мне зашили, потом этот кедгуд там растворился, и все, да? Где-то там вот... Совершенно верно. Другое дело мне взяли, часть аорты заменили, да? Каким-то образом. Совершенно верно. Только биодеградация кедгуд идет в течение 7-9 дней, и он отторгает все швы, вылетает, будем говорить, что растворяется в организме. А этот биодеградируемый материал дольше растворяется в организме, и скорость его растворения равна скорости нарастания собственной ткани. Вот это самое главное свойство того материала, который, так сказать, который мы сейчас вот доказываем, что это действительно так. Хорошо, теперь о вас и ваших учениках. Представим картину а-ля Дебейки, да? Вы где-то там занимались, и что-то вам попалось такое на глазах. Как вы пришли, вот конкретно названный мной специалист и ученый, к созданию вот именно такого протеза? Что это было? Чем это отличается от других? Как уже вот Даниил Фаридович говорил, что, ну, есть уже протезы, которые спокойно растворяются при всех проблемах там с отторжением, но, тем не менее, они, организм их, как говорится, принимает. Принимает. Дело в том, что вот то, что мы говорили, протезы, механические, синтетические, они все, так сказать, обрастают тоненькой пленочкой собственной ткани и как бы находятся в капсуле и работают. Ну, кто-то меньше, кто-то больше, но пожизненного, так сказать, работы не наблюдается, как правило. Теперь, появились в последнее время, да, и всевозможные материалы, которые рассасываются. Они рассасываются от, опять-таки, кедгут недели до полугода и до года. Вот, и для того, чтобы предложить что-то новое, да, ну, конечно же, нужно базовые знания иметь и потом предложить. То есть, вот этот как раз материал, на наш взгляд, оказался той, этой самой вот основой, которую мы взяли для плетения сосуда. Вот этот материал, вы сказали, какой вот этот? Что имеется в виду? Ну, вот этот вот крахмал с картошкой. Все-таки. То есть, нитка? Все-таки. Нитка сделана. Разрешите нам пока не говорить об этом, потому что мы исследуем несколько материалов, пока не уверены в каждом из них. То есть, нитка, которая сделана, она действительно сделана, но есть же из любой пленки можно нитку сделать. Короче говоря, из этих материалов. Даже золото вытянуть можно. Из полисахаридов. Частично мука полисахаридов. Хорошо, хорошо, я понял, да, о чем-то мы, наверное, не будем говорить, как вы сейчас предупредили, потому что рано, потому что есть вариативные всякие моменты, да, есть некоторые, несколько групп полисахаридов, с которыми продолжаются эксперименты. То есть, речь идет о технологии, да, и вот когда идет выплеск в средства массовой информации на большую аудиторию, естественно, тут же возникает вопрос, и этот вопрос я сейчас вам не могу не задать, на какой стадии все это находится? Ну вот я со своей стороны, что могу представить там, да, ученые работают над чем-то совместно с практикующими, да, хирургами в данном случае, экспериментируют, пробуют, готовится какая-то статья, да, большая, она выходит в каком-то реферируемом издании солидном, там, я не знаю, в Nature, там, в Lancet, в каком-нибудь, да, я сейчас могу запутаться, какие у вас там специализированные издания, ну, принцип понятен, да, потом идет процесс патентования, да, вот если по этим ступенькам пройти, что пройдено, что нет? Ну, пока в настоящее время патент еще не получен, то есть, были разработаны методы вязки, плетения этого протеза, были взяты в эксперимент несколько материалов, из нитей которого сделаны эти протезы, проведены эксперименты на животных, причем уже... Козы? Нет, свиньи. Свиньи. А, ближе всего к нашему человеческому организму, да? Да. То есть, уже получены... Так считается? Получены результаты эксплуатации этих протезов через 6 месяцев после нахождения, значит, в организме свиньи. То есть, 6 месяцев все нормально, да, отторжения нет, все функционирует. Все функционирует. Все функционирует. Ушел, уже радовалась жизни, и потом произведена... На нее холтеровский аппарат не вешали там, чтобы... Здесь необходимости нет, поскольку эксперименты шли на фрагментах аорты, вот, в общем-то, на ритм... Брюшная отдела орты. Да, брюшная отдела орты, поэтому на работу сердца это не должно было сказаться. Да, понятно. И вот, и сейчас, в общем-то, мы будем, наверное, подводить итоги по результатам проведенных экспериментов и будем решать, то ли мы продолжаем поиск относительно оптимального метода плетения материала, или мы уже будем подготавливать какие-то заявки для патента непосредственно. Патент имеется в виду международный, серия патентов, патент российский, там ведь тоже достаточно... Начинаем с российского, конечно. Начинаем с российского, конечно, да, то есть защищенный на территории Российской Федерации. Да, да, да. Так, с этой части понятно, что насчет публикаций, предваряющих или ожидаемых? Ну, публикация — это вполне естественный процесс, который... В какой он стадии, я хотел сказать. В какой он стадии. То есть мы набираем материал, и по результатам накопленного материала вообще его появится, соответственно, публикация. Ну, это может занять год, может занять два, да, это ведь серьезное дело, да, пока там будут смотреть. Дело даже не в вашей скорописи, а дело в рецензентах, да? Нет, даже наш казанский медицинский журнал, если подаешь статью, там около года лежит. Да, 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 да. То есть это... Эта статья готовится, как я понимаю, то есть вы идете по нормальному такому режиму, статьи уже будут, насколько я понимаю, в качестве доказательной базы, вот этот полугодовой эксперимент с этой свинкой, она единственная свинка? Нет, там три свинки. Три свинки. Это обычные свинки, не морские какие-нибудь? Нет, полноразмерные. Полноразмерный свинк. Порода вьетнамской веслоухой. Да что вы говорите, вы не шутите? Нет. Как называется она? А я думал, какая-нибудь кукморская веслоухая, да, хотелось, чтобы здесь был республиканский приоритет. Это он мини-пиги называется. Мини-пиги, да, знаю, 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 дорогое удовольствие, между прочим, разводить этих мини-пиги. Да, у вас есть? Не развожу, нет. Хорошо, а то у нас был еще материал для эксперимента. И на поводке не гулять. Теперь, почему я спрашиваю вот об этих этапах и о возможной там публикации в каком-то таком очень большом солидном реферируемом издании, потому что, естественно, и у аудитории, которая нас смотрит, слушает, наверное, возникает вопрос. Мы тут что, впереди планеты всей? То есть ведь эти же разработки ведутся повсеместно, эти поиски, а это общий такой тренд вот в вашей сфере. Где, вот если смотреть по этой шкале, что ли, такого соревнования или конкуренции, как удобно, назовите? Мне отвечайте. Да, пожалуйста, вопрос к обоим. Да, могу, могу. Да, пожалуйста. Могу. Если вы обратили внимание, то в настоящее время вот регенеративная медицина, регенеративная хирургия, они, так сказать, сейчас вот вышли и буквально на каждом углу, да? Как говорят. Леонид Михайлович, вы очень высоко меня цените, вы говорите, если вы обратили внимание, вы полагаете, что я вот в вашей среде и я в теме. Нет. Нет, из средств массовой информации. А, из СМИ? Да. Так вот, регенерации бывает трех видов. Так. Физиологическая, та самая регенерация, да, что вот у нас красная кровяная клетка живет один месяц и умирает, а на место ее становится другая. Вот это физиологическая регенерация, то есть постоянное обновление. Мне ближе идея регенерации клеток печени, мы уже обговаривали. Да, второй момент. Второй момент. Репаративная регенерация. Обрезали руку, образуется рубец. Вот это репаративная регенерация. И третье, патологически я не буду о ней рассказывать, потому что она в сторонке стоит. Так вот, в данном случае мы используем репаративную регенерацию. Явление репаративной регенерации. То есть мы даем основу. Эту основу, поскольку она съедобная, ее кушают фагоциты, специализированные клетки. А другие клетки, фибробласты и фиброциты, выделяют собственный коллаген. И идет, с одной стороны, биодеградация, с другой стороны, нарастание собственной ткани. Сращивание. Да, и если эти процессы уравновешены по скорости и по объему, тогда все идет очень хорошо. Вот мы надеемся, что именно так будет происходить, так происходит с этим протезом, который, так сказать, мы предложили. Если же будет преобладать разрушение протеза больше, чем восстановление собственной ткани, там будут аневризмы. Вот это синхронизация процессов, синхронизация скорости. Это только эмпирическим путем. То есть это не вопрос счета какого-нибудь большого компьютера, дозирования, каплю больше, каплю... Нет, да? Никакого тетравания тут нет. Никаких лекарств. Тут чистые эмпирические. То есть это такое шаманство в каком-то смысле, да? Ну, похоже, что мы где-то рядышком с этим... Пришли в магазин в Каню. С этим разновесием, где-то мы рядом. Как интересно. Поэтому мы надеемся, что именно так и будет. То есть на самом деле получается, что здесь решающий фактор, ну, конечно, люди должны знать, с чем они имеют дело, но решающий фактор – это количество повторений, да? В разных сочетаниях, в разных пропорциях, да? Здесь зависит от нескольких компонентов. То есть от самого материала. То есть мы действительно как будто пришли в магазин, тот же тканей, и из которых выбрали 2-3, которые показались нам наиболее интересными. Здесь еще есть нюансы, что скорость вот этой деградации, биодеградации, она зависит от толщины нитей, из которой сделан протез. Вот редкий случай, когда деградация используется в положительном, да? Пожалуй. По контексте, да. Положительно деградируем. Да, да. Зависит от толщины нитей, из которой сделан протез, и толщины самой вязки, собственно говоря. Поэтому собрать вместе вот эти нюансы, плоскости, из которых построится правильная биодеградация, очень сложно. Так все-таки я возвращаюсь к вопросу. Спасибо за пояснение, за детализацию, но в целом-то вопрос остается. Что у зарубежных коллег? Вот в этом направлении, в этой части. У зарубежных коллег есть такие матрицы, которые они делают на 3D, на 4D принтере. Бог знает там какие сложности, да? Они этот материал заселяют потом стволами, клетками и так далее. То есть вы это все слышали, все это видели неоднократно. Окей, да. Но пока что они в лабораторных условиях, а мы уже готовы начать клинические испытания. Вот и все. Вот, 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 вот я получил тот ответ, на который надеялся, да, что пока они там высаживают, там экспериментируют с матрицами, у нас уже полгода бегает веслоухая вьетнамская свинья. Но при этом хорошо. И хорошо себя чувствует. Да, и хорошо себя чувствует. Да, это, это, это вдохновляет. Но, Леонид Михайлович, я ведь когда вот вас просил прийти, на эту программу приглашал, у меня был там некий подвох. Ну, или такой второй план. Вот я услышал, увидел этот репортаж, вот, то, что рассказывал Даниил Фаридович. И, естественно, полез в какую-то там литературу, стал поисковиками смотреть, и обнаружил, что в 2008 году сообщение я прочитал впервые в мире. Сейчас вы только сами не удивляйтесь. Леонид Михайлович Миролюбов поставил ребенку уникальный протез Алла Плант. В 2008 году, я хочу обратить внимание, то есть 11 лет назад. Давайте тогда вот как-то попробуем свести сейчас. Я пытаюсь понять, и я думаю, телезрителям это тоже интересно. Вот Алла Плант 2008 года, тот протез, над которым сейчас ведутся эксперименты, который уже вживлен там в брюшную часть аорты этой самой свиньи счастливой. Да? Да. Это... Это разные технологии. Это разные технологии. То есть, вот это я хотел понять. То есть, это не развитие той идеи, которая была у вас... Идея общая, а технологии разные. Технологии разные. На чем... Хорошо, почему понадобились новые эксперименты, если уже был успешно испытан Алла Плант? Кто-то... Алла Плант на все не хватает. Начнем с этого. Что это вообще такое Алла Плант? Давайте я объясню. Алла Плант, он же, в это слово, значит, заключена вся технология производства. Это специальным образом обработанный трупный материал. Вот так вот? Да. Сделал это в 75-79 году через тире, да? Ирн Старавгатович Мулдашев, город Уфа. Да, 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 да. Великий, хороший, вот... Чрезвычайно неординарный человек, я бы сказал. Да, половина населения его считает шарлатаном, половина гением. Но это, как обычно бывает с незурядными людьми. Сначала он сделал этот Алла Плант для нужд офтальмохирургии. В настоящее время для офтальмохирургии выпускается 42 разновидности Алла Плант, то есть 42 разновидности операций применяет, он усовершенствовал при помощи этого нового, так сказать, вещества, да, то есть этого, ну... Ну, понятно, да. ...просплантата. А вот в сосудистой хирургии... Мы встретились, поговорили, я попросил, сделайте мне, пожалуйста, легочный ствол с клапаном для коррекции врожденных пороков сердца. Значит, 8 месяцев ушло на упругу прочностные испытания, отработка технологии, а потом вот с 8-го года я стал сажать. К настоящему времени я при помощи этого Алла Планты изменил технологию, значит, при 11 видах операции. Вот, рецидивов нет. Самый интересный, самый интересный, это самые... 6 больных в период новорожденности, гипоплазии, дуги, аорты. Я туда ставил лоскут Алла Планты, вот, и фактически ни у кого нет никаких вот этих вот сужений в области оперативного вмешательства. Это говорит о том, ну, понимаете, да, с период новорожденности до года ребенка вырастает в 3-3,5 раза. Хорошо. Если проблема с Алла Плантом заключается только в том, что не хватает, упрощенно говоря, производственных мощностей, да, для того, чтобы обеспечить потребности рынка. Где гарантия, что ваш эксперимент вот с новым типом, с новой технологией вот этого вот создания имплантантов, ну, ее просто возьмут и отложат в какой-то долгий ящик. Скажут, вон, есть имплантант, давайте лучше вложим туда дополнительные деньги. Ну, вы знаете, как у нас принимается решение, да, и все. Или вот у вашего имплантанта есть какие-то преимущества, которые принципиально вот, ну, улучшат ситуацию в сравнении с применением Алла Планты? Ну, во-первых, Алла Плант, как Леонид Михайлович сказал, это трупный материал, и, соответственно, возможный забор, условия для забора этого материала, они, конечно, не бесконечны. Есть достаточно жесткие условия по работе с биологическими тканями, подготовке их к трансплантации. Есть определенные этические моменты, да, по забору и работе с ними. В то же время синтетический трансплантат, если его поставить на поток, на машинку, то, собственно говоря, там можно бухтами ваять этот трансплантат в нужном количестве, необходимого размера, и иметь его всегда под рукой, я думаю, что он будет иметь даже больший срок годности, чем биологический трансплантат. То есть, процесс получается, он так вот, на нитевидной основе, да, это наматывается, наматывается, наматывается и вперед, да? Ага, ну понятно. У меня просто пример, тоже в памяти, мы были на заводе Мединж в городе Пензе буквально год назад, завод, где делают биологические клапаны сердцепротезы, клапанов человека, из перикарда телят. То есть, для створок артального клапана или метрального клапана используется перикарда телят. Так вот, они заготавливают или к ним поступает уже отобранного материала 40 килограмм, вот этого перикарда сырого, из этого перикарда получается лишь 100 грамм материала, из которого непосредственно делаются створки этого клапана. То есть, это очень затратная система, на самом деле. Затратная система, да, затратная система. Понятно. Мы говорили с вами сейчас вот об этих вариантах имплантации, да, биодегенеративной, да, в хорошем. Биодеградируемой. Биодеградируемой, да, 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 то есть, разлагающейся, попросту говоря, в организме, да, и таким образом, ну, неотторгаемый, что ли, да, организм. Это все касалось сосудистой хирургии, да, это артерии, это вены, по-видимому, тоже, да, или только артерии? Ну, да, конечно, артерии в основном. Артерии, артерии. И вы, по-моему, да, Лен Михайлович, или вы, сейчас не суть важного, упомянули по ходу разговора, что одной из проблем является вот то, что, ну, грубо говоря, заносится какая-то инфекция, да, и она осаживается там на стенках, и эта проблема существует. Она существует применительно к сосудам, да, к артериям, да, мы сейчас говорим, да, к сердечной вот такой хирургии. А если перевести на ту часть таракальной хирургии, которая касается пищевода, трахеи, там, насколько я понимаю, еще страшнее в этом смысле, да? Там контакт с внешней средой. Да, да, постоянно мы что-то вдыхаем, глотаем. Почему я об этом спрашиваю? Вот этот потенциально такой, ну, перспективный, да, ну, вот, хочется, да, материал, да, не рассматриваются варианты вот его использования, например, вот при, там, трансплантации каких-то участков трахеи или пищевода? Вы очень сильно заглянули вперед, но действительно фантазии подобного рода есть, то есть... Это вы так очень деликатно меня поставили на место фантазии такого рода. На самом деле, потому что действительно это очень соблазнительно иметь возможность заместить ткани в тех условиях, где они уже по своим физиологическим особенностям соприкасаются с окружающей средой. То есть это трахеи, пищевод, безусловно, это очень серьезная проблема в настоящее время. И действительно, этот трансплантат, как один из этапов, наверное, лечения или этапов операции, он может рассматриваться. Но пока это еще слишком далеко, чтобы об этом говорить, Сережа. А почему я об этом спросил? Мы сейчас, у нас время потихонечку подходит к концу. Вот в связи с упоминанием Эрнстом Молдашева. Да, да, да. Да, есть еще один чрезвычайно неординарный во всех смыслах человек, который в свое время, года два уже прошло, по-моему, если не три, добавил существенную толику международной известности Казанского федерального университета, я имею в виду Паула Маккариани. Маккарини, да. Да, и он как раз занимался ведь вот этой проблемой естественного обволакивания протеза там вот в трахее, да, правильно я понимаю? Да, да, да. Они соприкасались с ним, соприкасались, не... Контактировал, у меня не получилось. У вас не получилось, ну, не будем спрашивать, почему. Что можно сказать? Вот его идея, это вот они... Это что-то такое тупиковое, авантюрное, или все-таки здесь есть... Я присоединюсь вот к словам Леониду Михайловичу, что говорят о Молдашеве, на половину гений, на половину шарлатан. И, в общем-то, несмотря на то, что действительно, может быть, определенный след за Паулом Маккарини идет, нехороших отзывов, в общем-то, в общении оставляет впечатление достаточно... Ну, это-то да, я с ним тоже общался. Интересного человека, и, в общем-то, работа именно по замещению синтетическими сегментами тканей трахеи или пищевода, безусловно, мы к этому и придем. Просто тот путь, который, мне кажется, как избрал Маккарини, когда он делал это сплошными полимерными вставками, которые как раз не дают эндотелию, самому внутреннему слою пищевода и трахеи обрасти и создать вот эту защитную оболочку. Но он же что-то высаживал туда какие-то... Можно на поверхность полимера, гладкого полимера, пакета, насадить в стволовые клетки, но они там не выживут, потому что нужна целая последовательность тканей, которые будут служить основой для этого эндотели. И когда мы говорим о том, как раз, биоразлагаемой многослойной конструкции, которая позволяет организму пробиться через эти волокна и позволить расти эндотелию на внутренней поверхности, с сосуда, поскольку мы кровью говорим, все-таки, условно, стерильная среда, мы действительно можем сделать следующий шаг на полы органы, внутри которых находится инфицированное содержимое. Вы как-то вот технологии разные, но вы констатируете, вы сотрудничаете вот в этом направлении? Или это вот... Вы даже родились в одном гнезде, в 6-й городской больнице. Хорошо. Именно там гнездо, основное гнездо сердечно-сосудистой хирургии, которую начал Николай Петрович Медведев. Да, мы об этом говорили в ходе предыдущей, мы уже встречались с Даниилом Фаридовичем здесь, в этой студии. Будем считать, что вы дали исчерпывающий ответ, я больше не буду приставать к вам с расспросами. Два только коротких уточнения, буквально вот в нескольких словах. Если все сложится, а очень хотелось бы, да, и вам, и мне, и, наверное, всем нам, чтобы сложилось, чтобы эта технология закрепилась, насколько велик может оказаться, ну, извините за циничность, такой бизнес-выхлоп. То есть, насколько востребованы вообще эти операции, в первую очередь, в детской хирургии. Мы ведь главным образом говорим об этом, чтобы этот имплантант рос вместе с ребенком, да, чтобы каждые, там, полгода или каждый год не приходилось его выдергивать, вставить новый, вставить новый, и все эти мучения. Значит, вот насчет того, сколько надо будет и сколько мы сможем продавать, тут, конечно, вопрос очень сложный. Вот этот Талаплант есть, и даже вот у нас в ДРКБ, в кардиохирургии, кроме меня его никто не принимает. Не применяют? Мои ученики, которые, казалось бы, вот до глазаха, они помогали мне оперировать, они следят за больными, они их видят через много лет, без всяких, так сказать, изменений в трансплантации. Почему? Я думаю, что покупать дорогие импортные вещи гораздо выгоднее, чем брать свои дешевые. Один из ответов. Я-то думал, что это проблема только машиностроения, химии, там, и так далее. Оказывается, это проблема и медицинской промышленности, и здравоохранения конкретно. Спасибо, понятен ответ, да. Знакомая ситуация, более чем знакомая ситуация. С вашей точки зрения, вот если мы это приняли во внимание, да, закрыли тему с Алаплантом, и почему покупают? Что касается нового продукта? Ну, если разрешить опушучу, мы можем его сделать и дороже зарубежных, то есть еще более выгодным для закупки. Ну, это да. Вообще, я думаю, что, в принципе, эта технология может позволить делать протезы дешевле, чем зарубежные, которые имеются на нашем рынке. И, может быть, если технология нам это позволит сделать, она шагнет дальше и в кардиохирургии, даже в плане коронарного шунтирования. То есть в настоящее время все шунты для коронарного шунтирования, той же операции Ельцина, которую делали, они делаются обычно из вен нижних конечностей или артерий. Пересаживают, да? Да, пересаживаются. Естественно, что не всегда у человека достаточное количество этого трансплантата, иногда она варикозно поражена, эта вена. И в то же время, если мы будем иметь практически безконечный запас любого диаметра синтетического трансплантата, который позволит быть похожим на настоящий сосуд, то здесь практически целая ниша кардиохирургии может перейти на вот такой вид трансплантации. Все, огромное спасибо. 30 секунд, вот буквально в режиме 30 секунд. Вы думаете о научных компонентах, вы думаете о медицинской технологии, о том, как это довести до ума. Проблема вообще российской науки, да, с императорских времен и времен СССР и по сей день. Одна из проблем, с моей точки зрения, заключается в том, что мы вот эту часть мы доделаем, мы додумаем, мы сделаем. Но вокруг вас нет ни одного менеджера, который сейчас бы уже понимал, что да, здесь надо строить какую-то бизнес-структуру, надо готовить этот выводок. То есть, вот здесь нужен тоже посев. Вот в этом направлении кто-то думает вообще? Хорошо, давайте... Авторы только авторы. Только авторы. Только авторы. Я хочу пожелать вам успехов вот от всей души, да. Дай бог, чтобы все сложилось, чтобы все это получилось. Вам, чтобы ваши ученики наконец-то все-таки обратили внимание, что учитель все-таки делает здорово и последовали вашему примеру. Спасибо за пояснение. И мне остается только напомнить, что это была программа Акценты. Мы беседовали о высоких технологиях, которые неотделимы от самых обыденных окружающих нас вещей и веществ. Я по-прежнему Юрий Алаев. Спасибо за внимание. До новых встреч. Продолжение следует...